Сергей, витаю тебя. Ну, все же таки, я думаю, для нашего комфортнейшего спілкувания перейду на российскую. Будь добра, пожалуйста. Твое участие в украинском проекте припало на самый тяжелый период в российско-украинских отношениях. Как ты пережил эти полгода? Конечно, я оказался в какой-то степени на перепуте, но я так много знаю людей здесь, в Украине, и я абсолютно понимаю и боль, и переживания, и усталость людей от политической ситуации, которая происходила на протяжении последних лет. На такой степени людей наболело, что это прорвало нарыв. Вот это единственное, что я понимаю, что это не с бухты барахта случилось вот так. Это люди терпели, терпели, ждали, 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 терпели, терпели, и вдруг вот и прорвало. Во время твоего участия в «Голосе краины» произошло еще одно событие – аннексия Крыма. Ты, собственно, был представителем оккупанта для зрителя. Я благодарен, во-первых, украинским зрителям за то, что они все-таки умеют отделять, что они могут понять, что есть люди, которые не поддерживают подобные события. Для тебя Крым – это Россия? Для меня нет. Для меня нет. Вот эта всеобщая радость, опять же, ну, большинства, потому что Крым вернулся к нам, я вот этой вот эйфории не разделяю для меня лично. Я не знаю, может, у меня после этого полетят помидоры со стороны там своих российских фанатов, но для меня, ну, я привык так, что я приезжаю там вот в Ялту, для меня это Украина. И поэтому, когда там вот какие-то концерты, там вот Крым с нами, теперь мы вместе, я, нет, я в этом участвовать не буду. Артисты стали оружием пропаганды в России. Часть артистов подписала известное письмо в поддержку военных действий в Крыму. Валерия с Иосифом Пригожиным очень активно поддерживала Владимира Путина и продолжает поддерживать ситуацию. Стас Пьеха едет с туром по Крыму. Конкурс «Пья пять звезд», куда-то даже таить я повалить. Тебе предлагали выступать в Крыму? Да. Сейчас я пока не готов туда ехать, потому что я не понимаю, как себя вести. Откровенно, я не понимаю, как себя вести, потому что, с одной стороны, это вроде, ну, как бы, у меня в душе это Украина, вроде как это уже не Украина, это уже Россия. И вот я не понимаю, как себя там вести, что точно я не буду делать. Я не буду принимать участие в подобных мероприятиях, которые будут с восторгом кричать «Крым наш», мы вместе, мы отняли, мы там забрали то, что у нас стоит. Я это не поддерживаю. Как ты отнесся к своим коллегам, которые высказались открыто в поддержку аннексии Крыма, в поддержку тех действий в Крыму, в поддержку и референдума незаконного? Ну, я считаю, что это очень неразумные все, не умные. И я, конечно, не бойкотирую там, я со всеми в нормальных отношениях с Валерией. Безусловно, ее, наверное, точка зрения, которую я не разделяю. Я не могу, опять же, ненавидеть человека или полностью отрезать себя от общения. Нет. Потому что, ну, это коллега. Но для себя в какие-то моменты, ну, для себя я что-то отложил в памяти о том или ином артисте-человеке по его поступкам. Нельзя с плеча рубить. Чтобы не было такого, ах, вот это произошло, все, россияне все плохие. Или наоборот, ах, прошло, ах, ах, эти украинцы, значит, ах, что произошло, все, рубим мы враги. Нельзя так рубить. Не теряйте головы, не рубите с плеча, не убивайте, не мстите. Ну, все-таки здравый смысл, он должен присутствовать. Ну, и потом я говорю, что очень важно все-таки не выключать разум, потому что, когда за всем за этим теряется ощущение мира, и ведь все разрушить очень легко, строить сложно. Я так понимаю, что ты не боишься открыто высказывать свою позицию. Собственно говоря, не боишься, что, приехав в Россию, тебе могут сказать чемодан-вокзал Украина. Ну, а какое право они имеют, так сказать? Я не стою ни в каких фракциях, слава богу. Я, опять же, никому ничего не должен. Ну, давление может быть, я надеюсь, что его не будет. Были случаи, и это, к примеру, случай с Анастасией Волочковой. Для меня Крым, это все равно, всегда будет часть Украины. Ей угрожали даже двумя годами заключения в связи с активной ее позицией и поддержкой Украины. Я надеюсь, что все-таки такого не случится, но не будет меня на первом канале, но не будет меня на втором канале. Ну, в принципе, ну, бывало такое в моей жизни, когда мне убирали с каналов. Ну, и часто музыка, которую я исполняю, иностранная, тоже сейчас, кстати, не в фаворе. И у нас все иностранное, все англоязычное, американское, все же, ну, это все в таком... Не то, что запрете, никто не, вроде как, не запрещает, но отношение не очень положительное к иностранщине. Когда я начинал свою карьеру, у меня было ощущение, что да, вполне возможно построить зарубежную карьеру. Человеку из России, вот, первые, там, девчонки, тату, вот, сейчас пойдет, будем опытом меняться, людей русских уважают, все. И вдруг за щелчок, и все отматывается назад, и ты понимаешь, что русские вы, у-у-у, никто не хочет. Спасибо тебе большое за откровенную беседу. А я вам желаю, чтобы все было хорошо, чтобы стабилизировалось, чтобы чаще люди смеялись, улыбались, и было, как можно, больше поводов для смеха и радости. До встречи! До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok